Здравствуйте, сегодня 8 ноября, сегодня состоялась акция протеста против того, что большегрузы ездят по улице авиационные и по сути разбивают дорогу, которая была положена еще и не по стандартам. Но все-таки ее надо реконструировать лучше в таком виде, чем в абсолютно полностью разбитом. Видите, вот знак стоит 7 тонн на 1. Кто ее будет реконструировать, это сложный вопрос, но мы написали заявление на госполком. Там во всем этом будут разбираться общественные организации, подключенные к этому делу. Но сейчас я возьму интервью у одного из участников акции протеста. Скажите, почему вы сегодня сюда пришли? А потому что если дорогу разобьют, ее не будут. Или пускай устраивают планшет по крупней дороге. Смотрите, еще же надо, чтобы была площадка, чтобы были... Площадка, площадка у них была. Почему они там толще начали ложить, а здесь под путь хреново начали отложить. Ну вот это же надо выяснять. То, что надо выяснять. Вот и факт там ушел. Надо в гористолкоме поднимать вопрос. Сейчас я вот покажу вам трещину, как вот уже сейчас разрушается асфальт. Вот человек пришел из отпуска уже, работает здесь по сути. Мало что знает, как-никак первый рабочий день. Вот видите, уже как-то... И это уже только сейчас. Вчера он, считаю, что ездили куры с телепатного опять. Полиция в этом деле разобраться не может. Вот видите, как этот асфальт нажили за том. Бордюры сейчас уже, как выясняется, установили из Днепра. Видите, какие. Кстати, вот на улице Центральная. Бордюры как лежали, так и лежат те же самые, еще советские. Никто их не менял. Интересно, друзья, получается. Силикатный завод. По сути, там директора из Днепра. Сделали бордюры. Потом Горисполком сказал, что проложит дорогу. Устроили тендер. Его выиграла местная компания Благоустрий. Что, по сути, является филиалом. Как же оно называется? Комэнерго. То, что на ковшаровке Нерсесов директор. И бордюры положили. После бордюра уже положили асфальт. Вот такая запутанная история. Видите, как положили. Не совсем ровно. Вот реально. Мы написали заявление, и там тоже есть. Чтобы одно из двух. Либо чтобы силикатный завод. Хозяева которого в Одессе. И непонятно, куда платятся налоги этого самого силикатного. То ли в Одессу, то ли в Днепропетровск. Но точно не в Купинск. Это факт. И вообще не в Харьковскую область. Вот надо разобраться. Чтобы и Купинску хоть что-то досталось. Чтобы они хотя бы содержали вот эту вот дорогу. Раз большегрузы по ней ездят. Пусть они ее укрепят. Или пусть опять проведут тендер. Ну уж точно пусть не делают наши местные комэнергии. Потому что они реально дороги делать не умеют. Железная дорога, что вы хотите. Надо возле пути всегда быть осторожным. Вот остановка автобусная, авиационная. Вот сами реально оценивайте качество дороги на данный момент. Я не знаю, друзья. Опять же повторюсь. Заявление написали. Будут ее укреплять это точно. А вот кто? Одно из двух. Либо сами силикатные. Либо госполковские. Либо еще силикатные. Поехали. Продолжение следует... 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 и все на этом, друзья, вот уже все то есть, по сути если так посчитать, то заасфальтирована одна треть улицы называется асфальт пожили, подумали, что тут асфальт хороший, да? ну, значит, зачем не было жить дальше да, точно хороший еще вот метров 50 нельзя пройти дальше и увидеть вот что или там же в начале улица центральная мы видели тоже что надо было асфальт все-таки ложить ну, видите, такие ямы уже видимо, друзья улица центральная будет полностью заасфальтирована и не только центральная узловой в следующем году вполне возможно, может даже из фонда восстановления Донбасса, кто его знает а он может из местного бюджета территориальной громады как будет посмотрим на этом, друзья, все напишите мне в комментариях почему краматорские делают дорогу лучше чем купинские ваше вот мнение на этот счет всем всего самого лучшего ваше вот ваше вот ваше вот ваше вот Продолжение следует...